Привет, просветители! Пока одни школьники на телеканале Ю, ну, слава богу, пока старшеклассники в основном, активно борются с демографической ямой, даёшь трёх детей к 20 годам, и на своём примере доказывают, что никакое половое просвещение нам даром не нужно, меньше знаешь, крепче спишь. С такими же будущими родителями. Ну, если беременна, то надо рожать. Если Бог дал ребёнку, значит, он мне поможет. Я впервые вижу человека младше 20, который на серьёзных чах рассуждает о зайках и лужайках. Другие, правда, вот уже ученики начальной школы, активно штурмуют МГУ и сдают ЕГЭ. В 9 лет. Как вы понимаете, в МГУ я и в 17 не поступил, в старшей школе никого не... осчастливил. Поэтому всё, что мне остаётся, это капать ядом в сторону. Капать в сторону, надо запомнить. В сторону успешных детей, подростков и их родителей. Беременна в 16. Это успех. Камон, это интернет, здесь другим не занимаются. Вот сегодня в первую очередь именно о родителях. На фоне засилия далеко не самых лучших новостей о школе, история Алисы Тепляковой показалась просто лучом света в тёмном царстве. Люблю грозу. Не только в начале мая, но и Островского. Павел, и такой юморист, боже-боже, продолжайте. Ребёнок сдал ЕГЭ. Девочка поступила в МГУ. Гений, вундеркинд. Потом оказалось, что баллы на ЕГЭ не такие уж и впечатляющие. Интернет просто катком по ним прошёлся. Хотя всё же напомню, что это всего лишь 9-летний ребёнок. Сам факт того, что она преодолела порог, уже достижение. И немалое. Затем оказалось, что в МГУ Алиса будет учиться платно. Этот факт тоже с радостью все смаковали. Но в итоге двигатель общественного осуждения начал набирать обороты после того, как папа и Алиса дали несколько интервью. И вот тут уже у многих людей возникли вопросы. И милая сказка о юном гении стала приобретать не самые позитивные черты. Семья Тепляковых живёт в Москве. Папа, мама и семеро детей. Приготовьтесь в однокомнатной квартире. Как мне кажется, один этот факт уже должен заставить засомневаться в адекватности всего происходящего. 9 человек в одной комнате. Нет, я, конечно, могу предположить, что, допустим, родителям нравится жить, как селёдки в бочке. Ну а дети? Их же никто не спрашивал. Фраза в тесноте и да не в обиде приобретает совершенно новый смысл. Мама с папой и семь детей погодок Алиса, Лея, Хеймдаль, Тера, Айлунг, Фейлунг и Тисей живут в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы. Не стоит смешивать скандинавскую греческую мифологию в однокомнатной квартире. Ну, допустим, поговорим о 90 квадратах. Я примерно прикидывал, например, 200 тысяч в ипотеку. 200 тысяч на протяжении примерно 20 лет. 15-20 лет. Дети, а где я возьму 200 тысяч на протяжении 15 лет? Ну, при всём уважении. На улучшение жилищных условий для своих детей у меня денег нет. Поэтому заведём-ка ещё одного. Ну, а что, звучит как вполне логичное решение. Наверное, именно так супруги рассуждали. Ну, если они вообще рассуждали. Вот, допустим, у вас трое детей. И вы живёте в однокомнатной квартире. Вы реально хотите ещё четвёртого ребёнка? Вот эту самую однокомнатную квартиру? А вы о своих детях, уже которые родились, думаете? А о том, который появится? Окей, теперь у вас четверо. Давай заводим пятого. Теперь у вас семеро человек в квартире. Ну, чё, восьмого подавай? Чего? Повторю. В каких условиях решают жить взрослые люди, касается только их. Но они же в этот мир ещё и детей приводят. И обрекают их на жизнь в однокомнатной квартире. В девятером. Учебный год начался. И даже если вы уже закончили всё, что можно, школу, бакалавриат, магистратуру, в сентябре по инерции тянет изучать новое. Возможно, вы задумались о смене профессии и уже зависаете на HeadHunter и сайтах с онлайн-курсами. Тогда советую посмотреть в сторону диджитал-маркетинга. Сфера активно растёт. И на одном только HeadHunter и более 9 тысяч компаний ищут интернет-маркетолога. У меня для вас есть отличная рекомендация. Курс «Полное погружение в маркетинг» от Q-Marketing Academy. Там ребята собрали всё, что нужно знать, чтобы маркетинг в 2021 работал и приносил деньги. Команда Q-Marketing Academy – настоящие эксперты, которые не только преподают, но и сами настраивают рекламные кампании и легко справляются с обновлениями Facebook. Среди преподавателей, например, Роман Кумар-Виас, основатель агентства и академии Q-Marketing, и Александр Соловьёв, сертифицированный специалист Facebook Blueprint, и стартап-ментор в акселераторах Startup Wise Guys и IT Park. Они дадут вам самые актуальные работающие инструменты и стратегии. На курсе вы узнаете, как запускать таргет Facebook, Instagram, ВКонтакте и в других каналах, как работать с контекстной рекламой в Яндекс, Google и видеорекламой на YouTube, как создавать и тестировать рекламные креативы и сайты, как удерживать клиентов и стимулировать повторные продажи, как анализировать результаты кампаний в сервисах веб-аналитики и масштабировать эффективные. Новые знания сразу же примените на практике. Домашки основаны на реальных кейсах. А в конце курса защита дипломной работы перед крупными брендами-заказчиками. 60% выпускников Q-Marketing Academy начинают зарабатывать уже во время обучения. Студенты прокачиваются, растут в доходах и получают повышения. Топовые компании доверяют Q-Marketing Academy обучению своих сотрудников, например, Тинькофф, Озон, Додо Пицца и Mail.ru Group. Узнайте больше о программе обучения по ссылке в описании, а на сайте вас ждет приятная скидка. И вот старшая дочь Тепляковых поступает в МГУ. Думаю, многих смутило выбранное направление психологический факультет. Предположим, перед нами действительно вундеркинд. Ребенок мыслит нестандартно, решает сложнейшие задачи, готов совершить прорыв в науке. И поступает, к примеру, на физико-математический факультет или химический. В общем, речь идет о тех науках, которые не предполагают наличия большого жизненного опыта. В первую очередь, социального. Я думаю, можно предположить, что у 9-летнего ребенка с этим есть некие проблемы. А у тебя есть какая-то мечта? Мечта? Да. Есть. Можешь рассказать? Получить какие-нибудь крылья, как у Динь-Динь. Вау! Это может и возможно. И кроме опыта, еще и эмпатия у психолога обязательно должна быть развита. И тут тоже возникают вопросы. Папа уже говорит, что вполне возможно, вуз останется за спиной буквально через 2 года. Действительно, что в МГУ штаны просиживать? И в итоге перед нами 11-летний психолог. Кто в здравом уме пойдет на прием к такому специалисту? Мечтающему о крыльях феи? Нет, конечно, может быть, младшие братья и сестры. И это все сделано для того, чтобы детскому психологу не платить. А заодно и родителям помогать. Получается, что это образование либо просто для себя, ничего против не имею, развитие себя всегда круто, либо из серии «Чтоб было». И вот тут уже вопрос. Отец Алисы говорит об отсутствии гибкости в российском образовании, но при этом отправляет дочь точно по стандартным накатанным рельсам, после школы срочно в институт. Профессиональная деятельность тут по понятным причинам невозможна. Хотя, кто я такой, чтобы судить? И тогда не ясно, зачем именно эта корочка в столь юном возрасте. Почему бы просто книги по психологии не почитать? К чему я веду? В отличие от той же физики или математики, в психологии есть темы, которые просто вредны 9-летнему ребенку. Ну, вредны, по мнению, защитников детства. Вернемся к героям, беременном в 16. Детки вон уже рожают, но про взрослые темы им слушать нельзя. Не-не, развращение! Да, некоторые лекции по психологии, скорее всего, не предназначены для детских ушей. Вот сейчас заткните ушки. Психолог должен и в сексологии разбираться, и не на уровне, откуда малыши берутся, и как стоит предохраняться. Что на подобных занятиях делать Алисе? Нет, понятно. Эдипов комплекс, фрейд, зависть к пенису, весьма интересные темы для 9-летки. Только у нас на каждом углу орут о том, что детки должны только о цветочках рассуждать. А тут что? Сплошные вопросы. Почему интервью Алисы так взбудоражили общественность? Дело в том, что психологический возраст ребенка, та самая пресловутая психологическая готовность к школе, но в данном случае к вузу, не пустой звук. А тут перед нами не сидит мудрая не по годам дама в теле маленькой девочки. Прозвучало как-то крипово. Мы просто видим ребенка с определенным поведением, которое я не хочу сейчас обсуждать, все вопросы здесь явно не к ней. И у нас ее действия никак не вяжутся с образом студента. И с одной стороны, какая разница, что у нас там вяжется и не вяжется? Стереотипы это плохо. Но с другой, Алиса отправляется в среду студентов, по факту взрослых людей, с которыми ей так или иначе придется взаимодействовать. Хотя на занятия она же будет ходить с папой, а пока папа с Алисой в НГУ, с остальными детьми будет сидеть мама. Ну, уже минус два человека в квартире. И на том спасибо. Получается ситуация, что для учебы девочка созрела, а для всего остального она еще маленькая. Она физически не может на равных взаимодействовать со своим окружением. И это вообще не весело. Школа и вуз, даже если выкинуть все образовательные моменты, огромный социальный опыт. Мы учимся взаимодействовать с разными, порой не самыми приятными людьми. И если мы берем стандартное семейное обучение, то этот самый опыт, обычный ребенок, не гений, вполне может получить на кружках и секциях. Именно об этом постоянно вспоминают сторонники этой формы обучения. Но если ребенок проходит программу 11 классов в кратчайшие сроки, а тут еще и вуз буквально за два года планируется, стахановцы, становится очевидно, что учеба так или иначе вытесняет все остальные сферы жизни. Каким бы ты ни был гениальным, для того, чтобы знать, о чем говорится в учебниках, эти учебники сначала нужно прочитать. Все учебники за один след. И это, поверьте, отнимает время. Будет ли человек счастливее? Если что, мы сейчас не про успех и балл на ЕГЭ говорим. Если его вырвать из соответствующих рамок возрастной социализации? Большой вопрос. Хотели бы вы оказаться в ситуации, когда все вокруг старше вас минимум на 10 лет? Вы бы чувствовали себя комфортно? Я нет. Единственный ли это способ развивать способности чада? Нести сломя голову к заветному диплому МГУ? Это амбиции ребенка или все же папы? Действительно ли эмоциональный интеллект можно принести в жертву интеллектуальным навыкам? Людям становится банально жалко девочку. Это понятная реакция. Опять же, может быть, мы и не правы. И все, что делает Алиса, это играет и наслаждается жизнью. Дай бог! Но готов ли ребенок вот так буквально с ноги ворваться во взрослую жизнь? Будем надеяться. За первые несколько дней Алиса отличилась тем, что во время дистанционной лекции микрофон включила и весь курс слушал, как на заднем плане шумят ее братья и сестры. Преподавателя перебивала. Я это уже прочитала. Отвечала, когда ее никто не просил, причем не по существу. Что-то рисовала на виртуальной доске. Сокурсников все это, конечно, слегка раздражает, но Алисе они симпатизируют и жалеют, потому что с ней все это происходит не по ее вине. К сожалению, далеко не все истории о талантливых и гениальных детях заканчиваются хорошо. Я бы даже сказал, что сказка со счастливым концом тут редкость. Когда на тебя водрузили корону, показали всему миру и торжественно похлопали по плечу, не знаю, что еще в таких ситуациях принято делать, это накладывает огромную ответственность. Рано или поздно классы, через которые можно перепрыгивать, представьте себе, закончатся. Высшее образование в 12 лет получено, а что дальше? Не все вундеркинды совершают переворот в науке или получают Нобелевскую премию, а впереди целая жизнь. Взрослая, которую ты, по факту, начинаешь в детском возрасте. Если до определенного момента все тобой восхищались, ну как все, взрослые, у многих подобных детей огромные проблемы со сверстниками, ты был первым, то рано или поздно все остальные тоже подтягиваются. Но вот беда, достаточно часто с гораздо большим социальным багажом. И вот этот момент пережить тяжело. Он чем-то напоминает ситуацию с гимнастками, у которых достаточно часто профессиональная карьера заканчивается до 18 лет. Ты чемпионка, медаль на шее, все тобой восхищаются. А потом? А потом все. Потому что твое тело больше не выдерживает таких нагрузок. На твое место приходят новые дети. Но в отличие от других видов спорта, твоя слава закончилась до совершеннолетия. Только вот иной-то жизни ты не знаешь. И, к сожалению, профессиональный спорт скрывает в себе достаточно много таких трагических историй. Мне кажется, будет уместно послушать человека, который на себе ощутил славу вундеркинда. Я упомянула про мальчика, который параллельно со мной, более вундеркинский, чем я, который в 10 лет поступил в Мехмат в тот же год. И он этого не скрывал, поэтому, собственно, про него все говорили, а про меня-то, собственно, только потом говорили. И он, ну, достаточно трагичная история, то есть он несколько раз попадал в клинике с нервным срывом, и потом он, насколько я знаю, совершился. А вам понятно, почему так его жизнь сложилась? Абсолютно. Почему же она так сложилась? Ну, во-первых, это недостаток социализации, да, потому что когда ты живешь в среде, то есть понятно, что такой ребенок вырастает, ну, только у специфических родителей, у которых есть такая идея фикс, потому что достичь таких, это так же, как и с большим спортом, да, то есть просто так у обычных людей, не помешанных на этом, не вырастет чемпион, потому что это огромная нагрузка и, ну, такое, переломывание через колено во многом, да, то есть для того, чтобы ребенок показывал такие результаты, его нужно много чего лишить, да, чтобы у него либо насильно его заставить, либо чтобы, как бы, как было в моем случае, меня не заставляли насильно, но у меня как будто бы не было другого выбора, чем еще мне было заниматься? Алиса, привет тебе. Здравствуйте. Скажи честно, ты волнуешься немножко? Нет. Пап, я думаю, она не очень понимает, что происходит. К сожалению, мне кажется, эта фраза просто отлично описывает все происходящее, но я, конечно, надеюсь, что ошибаюсь. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите меня лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, комментарий, колокольчик. Большое спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.